Кстати, члены Краевого Оргкомитета Общероссийского Народного Фронта поделились сегодня своими впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным. Напомню, встреча состоялась в конце марта в Ростове-на-Дону. На ней представители коалиции общественных организаций смогли получить от Владимира Путина ответы на не наиболевшие вопросы. А глава государства в свою очередь отметил, что Общероссийскому Народному Фронту пора становиться полноценным общественным движением. Тему продолжит Елена Иваницкая. То направление, которое он хотел задать этой встрече, мне глубоко симпатично и понравилось. И хотелось бы, чтобы в этом русле мы в дальнейшем работали. О встрече с Владимиром Путиным члены Народного Фронта с воодушевлением делятся со сторонниками. Президент не просто пришел на конференцию ОНФ. Он ответил на все адресованные ему вопросы и заставил российских министров также держать ответ. А проблемы поднимались самые злободневные. Качество образования в школах, развитие экономики, обеспечение достойного уровня зарплат, целый блок вопросов из сферы здравоохранения. Много говорили об улучшении условий работы и оплаты врачей и почти ничего о среднем медперсонале. Исправить эту несправедливость решила жительница Брянской области. Эта женщина прорвалась через чистоколу рук. Он как-то увидел ее, так удачно получилось. Может быть потому, что она сидела очень близко к членам правительства, он постоянно к ним обращался, она это использовала. И он дал поручение, чтобы действительно на это обратили внимание Министерство здравоохранения. И я думаю, что это очень актуально. Вопросы труда еще одна острая тема. Минимальный уровень оплаты не должен быть ниже прожиточного минимума, убеждены многие члены Народного фронта. Президент с этим согласен, но признал, для решения проблемы требуется время. Оно же необходимо, чтобы проанализировать вопрос со страховыми взносами, увеличение которых сильно ударяет по малым предпринимателям. А вот просьбу вернуть звание Герой труда Владимир Путин смог выполнить незамедлительно, в тот же день подписав соответствующий указ. Вообще звание очень почетное. И я думаю, что каждый из рабочего класса, человек из рабочего класса мечтает получить такое. И это вроде бы как стимулировало бы их для дальнейшей работы, для хорошей, качественной, продуктивной работы. Это почетное звание очень. В свою очередь, активу Народного фронта от президента тоже поступило поручение. Участвовать в исполнении тех задач, которые глава государства намечал в своих предвыборных программе и статьях. Для этого коалиция общественных организаций должна стать полноценным общественным движением. Официально это должно произойти в День России, на учредительном съезде. Елена Иваницкая, Эдуард Баглай, Новости.